Некоторые люди в силу тех или иных обстоятельств иногда выпадают из реальности. Можно сказать, что каждый из нас забывал молоко на плите, ставил чайник и спустя полчаса приходилось заново кипятить воду, чтобы выпить чашечку горячего чая или кофе. Но сейчас речь не об этом. Зовут меня Степан и я очень люблю играть в футбол, поэтому уже к 10 классу я профессионально выступал за нашу городскую команду. Мне это действительно нравилось и приносило какие-никакие копейки. В общем, на одной из игр, которая была мне очень важна для моей дальнейшей карьеры, случилось непредвиденное. Я боролся за мяч с оппонентом, тот в свою очередь передал мяч своему сокоманднику, которому я сразу кинулся. Дабы попытать удачу еще раз и постараться обыграть его. Но он быстро среагировал и как только мяч подкатился к нему, он решил выбить его на другой конец поля. Но волей судьбы мяч отлетел не вверх, а прямо в меня. Удар. Хруст. Темнота. Я прикрыл глаза буквально на секунду и почувствовал, как мой затылок коснулся мягкой травы. Но когда я открыл глаза, я поднес руки к лицу и потрогал нос, так как был уверен, что он сломан. Но нет, с ним все было в порядке. Что на самом деле странно, даже голова не болела. Я поднялся на ноги и обомлел. Вокруг была пустота. Причем в прямом смысле. Трибуны пустые. Игроков на поле не было от слова совсем. Я так стоял и крутился вокруг себя еще несколько минут. Мой мозг не мог воспринять происходящее вокруг. За мгновение поле опустело. Не могли же все разойтись настолько быстро. Это просто нереально. Я перебрал еще с десяток вариантов, почему и как такое могло произойти. Но ни один из них не завершился логическим концом, который привел меня в такое положение. Мне ничего не оставалось, как просто пойти в раздевалку и переодеть форму на свою гражданскую одежду. Шагая по коридору в сторону раздевалки, я то и дело оборачивался. Мне казалось, что на меня все время кто-то смотрит. Но возможно это из-за того, что мое сознание находилось в просто логически необъяснимой ситуации. Я переоделся и вышел на улицу. Особого шока я уже не испытывал, так как понимал, что вокруг меня происходит какая-то чертовщина. Я думаю, так ясно, что улицы были пустыми. Ни людей, ни собак, ни птиц, вообще никого. Остальное, правда, было на месте. Машины стояли на дороге, трамвай и автобусы точно так же, можно сказать, замерли. Я осмотрел это все дело и направился в сторону дома. Пока я двигался по пустому парку, я достал телефон и набрал номер мамы. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. После стандартного ответа я набрал номер отца. Да твою ж мать! После нескольких неудачных попыток дозвониться до близких, я продолжил двигаться в сторону дома. Поднявшись в свою квартиру, я открыл дверь и ожидаемо никого не увидел. Хотя у меня была небольшая надежда, но она разбилась об давящую тишину и пустоту. Я держался как мог, но квартира добила меня полностью. Я открыл шкаф и с верхней полки достал пачку сигарет и зажигалку. Вышел на балкон и закурил. На меня накатывала истерика. В голове не укладывалось происходящее вокруг. Как так получилось, что все живое помимо меня? В миг просто растворилось. Тогда я не мог понять, что этому поспособствовало и чем это все обернется. В этих мыслях я просидел несколько часов, дабы не делать глупостей и просто собрать все в кучу и проанализировать ситуацию. Хотя, о чем я? Анализ был сведен к тому, чтобы просто не поехать кукухой. Ближе к вечеру желудок дал понять, что он все еще со мной и ему нужно что-нибудь переварить. Вследствие этого я пошел на кухню и, открыв холодильник, я приготовил себе ужин в виде макарон сардельками. На удивление, газ, вода и электричество были и все работало очень успешно. Поэтому только в тот момент до меня дошло, что можно попытаться связаться с кем-то через соцсети. И я, схватив тарелку, побежал к компьютеру. Включив его, я зашел вконтакте и увидел, что все мои друзья вышли из сети одновременно и как раз в то время, когда я очнулся на футбольном поле. Вечер закончился в полном одиночестве, благо мне удалось уснуть. Проспал я часов 12, если не больше, и проснувшись направился в туалет. На автомате, проходя мимо спальни родителей, я пожелал им доброго утра, но через пару шагов остановился и вернулся. Дабы осмотреть спальню, никого. И тут мне в голову ударили события прошлого дня. Настроение скатилось, мягко говоря, в жопу. Закончив все утренние дела, я вышел на улицу и прошелся по нашему району. Зашел в техникум, к родителям на работу. Они у меня, кстати, держали небольшую фирму по прокату машин. В их офисе также было пусто. Возможно, вы зададитесь вопросом, зачем я все это делал? Я не вправе просить вас войти в мое положение, так как такого и врагу не пожелаешь. Но просто представьте на секунду, что вы остались одни. Вообще одни. Во всем мире, где нет никого от слова вообще. Возможно, это может показаться, так сказать, прикольным. Можно делать, что хочешь и заниматься всякими веселыми вещами. Оно-то может и так, только если ты уверен в том, что это когда-то закончится. И жизнь вернется в свое нормальное и привычное русло. А в моем случае такой уверенности не было. После этих мыслей я вспомнил, что холодильник сам себя не наполнит. И направился в сторону магазина. Когда я вошел внутрь, по ушам ударил неприятный звук гудения холодильных камер и вентиляции. Обычно мы его не слышим, так как пикают кассовые аппараты и играет музыка. Но сейчас этого всего не было. Плейлист, видимо, закончился, а людей, которые создавали гул из голосов, просто-напросто не было. Набрав тележку в виде консерв и других продуктов длительного хранения, я направился к кассам, дабы сложить все в пакеты. Но когда я взял полные пакеты в руки, я поставил их обратно на пол и пошел в сторону второго входа в магазин. Выйдя на улицу, я подошел к первой попавшейся машине. Это был Форд Транзит. Я дернул ручку и дверь открылась. Ключи были в зажигании. Я обошел машину и увидел несколько коробок с уже пропавшими пироженами, которые я благополучно выгрузил из кузова и пошел за своими продуктами. Положив пакеты обратно в тележку, я вывез их из магазина и переложил в машину. Сев за руль, я запустил двигатель. Благо ездить на механике отец меня научил еще два года назад. Поэтому я без особых усилий и проблем доехал до дома. Там уже поднявшись в квартиру, забил полный холодильник еды. Консервы и прочее, что не было прихотливо к хранению, я оставил в коридоре. Плотно поев, я поехал нарезать круги по городу. Ел и пил, что хотел. Машину заправлять можно было практически бесконечно. После моих покатушек я притащил домой новый компьютер и мониторы. Взял немного денег из кассы в магазине и накупил игр на известной игровой площадке. Так прошло несколько недель. И одним вечером я приехал домой. Затащил на третий этаж, где находилась моя квартира, пару пакетов с разными энергетиками и батончиками. Все должно было быть по накатанной. Компьютер, сладкое и спать. Однако, когда я сел и нажал кнопку запуска, что-то ударилось в моё окно. Я дёрнулся и ударился ногой об стол. Дыхание участилось. Я замер. Ещё один удар. Я протянул руку к фонарю и направил его на окно. Никого. Я подошёл к нему и распахнул его настиж. Выглянув на улицу, я осветил часть двора и увидел удаляющийся силуэт. Быстро выбежав на улицу, я сел в машину и, включив дальний свет, помчался в ту сторону, куда ушёл человек, который, как я понял, кидал камни в моё окно. Объехав добрую часть города, что заняло у меня несколько часов, я не встретил ни одной живой души. В тот момент я уже начал подозревать, что у меня начала ехать крыша. Поэтому я вернулся домой и, перекусив, просто лёг спать. Следующий день прошёл как обычно. Я уже смирился с мыслью, что мне просто показалось из-за постоянного сидения перед компьютером. Но как бы не так. Вечером это повторилось. Всё то же самое. Только в этот раз я счётливо увидел того, кто меня побеспокоил. Я не могу сказать, что это мужчина или женщина, но, скорее всего, это был мужик, так как рост и размер указывали на то, что это либо обычный мужчина, возраст также не могу определить, либо женщина, но очень высокая и широкая в плечах, что было маловероятным. Человек сразу, как только я выглянул, развернулся и пошёл в темноту. Я не стал выбегать на улицу, а просто закрыл окно и сел обратно за компьютер. Следующий вечер. Я ждал, что в окно опять прилетит очередной камушек или что-то вроде того. Но в этот раз в окно постучали. Я резко подорвался со стула и подбежал к подоконнику. Резко открыл окно и это была очень большая ошибка. Мерзкая рожа с гнилой кожей, беззубовый глаз уставилась прямо на меня. В то мгновение я не задавался вопросом, каким образом оно добралось до третьего этажа, как оно держалось на стене. Так как это чудовище просто схватило меня за руку и потянуло на себя, я успел упереться в оконную раму ногами и начал вырываться. Скользкие ледяные пальцы держали мою левую руку очень и очень крепко, а существо, открыв пасть, издало пробирающий визг. После этого я схватил цветок, который стоял на подоконнике и разбил горшок об голову этой твари. Хватка немного ослабла и это дало шанс мне вырваться, после чего я упал на пол и уставился в окно, за которым была просто темнота. В эту ночь я уже не мог уснуть. Я закрыл все окна и двери и сидел, вслушиваясь в тишину. Как только посветлело, я направился в оружейный магазин, где набрал всякого добра в виде автоматического дробовика сайги, нескольких пистолетов и патронов для всего этого добра, после чего поехал на стройку, дабы отстрелять все оружие, так как до этого я стрелял только из дедовской двустволки. Приехав к недостроенной высотке, я нашел кучу с песком и облокотил на нее несколько деревянных палет и начал пристрелку. Грохот, как мне тогда казалось, разносился по всему городу и несколько раз я неправильно упирал дробовик в плечо, вследствие чего по окончанию всего этого действия мое плечо отдавало неприятной болью. Благо с пистолетами было все проще. Вернувшись домой, я зарядил все обоймы и распихал их по карманам жилета, который взял в том же магазине. После чего сел за компьютер и принялся ждать моего незваного гостя. Стемнело. Я сидел и делал вид, что погружен в игру, но в тот момент я был сконцентрирован на окне, и каждая следующая секунда просто сводила меня с ума. Раздался стук в дверь. Чего-чего, но как раз этого я не ожидал. Мозг завис на несколько секунд, так как я не мог понять, как он зашел в подъезд. Дверь ведь с домофоном. Каким макаром он вообще попал на лестничную клетку? Я сидел и несколько часов слушал тишину. А ведь если бы оно открыло дверь, я бы услышал писк, который обычно издает домофон. Но как только он постучал еще раз, я сорвался с места и схватил лежащее ружье, попутно запихивая пистолеты в карманы. Вооружившись, я подошел к двери. Стуков уже не было. На меня давила просто гробовая тишина. Я боялся смотреть в глазок, так как от одного воспоминания той рожи меня бросало в жар. И мне кажется, та сущность это понимала. Спустя секунд тридцать, барашек дверного замка начал проворачиваться. Описать мой ужас просто невозможно. Ни в одном языке известному человечеству нет таких слов, которые могли бы передать те чувства, которые окутывали мое тело и сознание. Колени дрожали. По спине потекла ледяная капля пота. Обе руки сжали ружье с такой силой, что цевье издало характерный треск. Дыхание сбилось. А в горле пересохло. Первый поворот замка. Звук отъезжающего механизма. Второй поворот. По моей щеке потекла слеза. А волосы на голове начали шевелиться. В прямом смысле этого слова. Последняя задвижка была открыта. И дверь распахнулась настежь. Уши заложило. И казалось, что перепонки просто разорвало. Я выбежал на лестничную клетку. И перепрыгивая через ступеньки, на всем ходу выбил дверь, которая вывела меня на улицу. Но то, что там происходило, просто заставило мой организм сократить желудок и вызвать рвотный рефлекс. По всему двору были разбросаны изуродованные мертвые тела. На моей машине также лежало несколько трупов, которые были просто разорваны в клочья. Я сел за руль и запустив двигатель, сорвался с места. Как только я выехал на проспект, все фонари резко выключились. По лицу потекли слезы. Я не понимал, что происходит. Куда мне ехать и как мне теперь быть вообще? Переключив фары в дальний свет, я рукавом вытер глаза. Как только я убрал руку с лица, перед моими глазами возникла фигура. Того самого урода, который преследует меня уже не первые сутки. Я утопил педаль газа, и она уперлась в пол. Машину развернуло, так как удар пришелся в пассажирскую часть. Двигатель заглох, и из-под капота повалил пар. Это означало, что система охлаждения была повреждена. Но остановку работы мотора спровоцировало явно не это. У меня не было желания искать причину всего бедствия, поэтому, выйдя из машины, я включил фонарь и осмотрелся вокруг. Никого. Только пустота и темнота. Только где-то вдали из здания больницы, из единственного окна, горел приглушенный голубоватый свет. Так как вокруг была непроглядная темень, я посчитал, что единственным выходом из ситуации будет укрыться в том самом помещении, откуда разливался свет, на город, который погрузился во тьму несколько минут назад. До здания больницы было около 700 метров. Вроде бы и немного, но в условии полной темноты, и тем более, я тогда не знал, что таит в себе эта густая, черная пелена, которую с горем пополам кое-как развивал луч моего фонаря. Я шел по проспекту, постоянно оглядываясь. Где-то вдалеке были слышны звуки переворачивающихся мусорных баков, разбитых витрин и вой сигнализаций. Это все напрягало еще сильнее. Но рядом не было никого. Под эту анархическую симфонию, я добрался до главного входа в больницу. Но, когда я направил луч фонаря на его сторону, я увидел, что меня и заветную дверь разделяло то самое существо, которое желало моей смерти. Почему меня так влекло в помещение больницы, я понял уже после всех событий. А в тот момент я стремительно направился в сторону входа. И когда я подошел на расстояние в 20-30 метров, я вскинул ружье и несколько раз выстрелил в это создание. После чего оно просто растворилось. Как только я понял, что это существо можно остановить, с помощью обычного оружия, я набрался уверенности и посмотрел вверх, определив, что окно палаты, в которой горел свет, находилось на пятом этаже. Войдя в холл, с помощью фонаря я нашел лестницу и быстро пошагал в ее сторону. Но, поднявшись на второй этаж, я почувствовал резкую боль в левой ноге. Сжав зубы, я обернулся и увидел, как эта рожа смотрит прямо мне в душу и держит меня за ногу прямо через перила, который разделяют лестничные пролеты. Я направил дробовик в него и спустил курок. Нога освободилась, но наступать на нее я уже не мог. Боль была невыносимая. Мне пришлось бросить сайгу, дабы освободить одну руку, чтобы опираться на нее. Таким вот образом я добрался до пятого этажа. Правда, в тот момент мне казалось, что я уже на пятнадцатом, так как прыгать через каждую ступеньку было ужасно больно. Войдя в отделение, я увидел много дверей и все ту же кромежную тьму, но благодаря ей я увидел еле заметный свет из-под двери одной из палат. Я кое-как допрыгал до двери и распахнул ее. Выронив пистолет, я просто обомлел. На койке лежал я, с перебинтованной головой и смазкой на лице. Я вошел в палату и закрыл за собой дверь, подперев ее стулом. Подошел к койке и посмотрел на себя. Только не в зеркало, а на того себя, который лежал на койке. В этот момент я начал терять сознание. И упал на пол. Спустя некоторое время я открыл глаза и увидел белый потолок. Повернув голову, я увидел замученную, побледневшую маму, которая спала, оперевшись рукой на бильце кровати. Я поднес руку к ее плечу и погладил несколько раз. На что она дернулась и в слезах бросилась ко мне, зовя врачей и медсестер. Как оказалось, я несколько недель провел в коме из-за сотрясения мозга, когда мне в голову попал мяч.